друзья мои всем привет вы снова на youtube канале мусорщик с вами витек на связи сегодня мы приехали на самую огромную свалку страны чтобы заснять видеоролик про людей которые здесь живут и мне хочется сказать что если в беларуси ад есть то он здесь это самое худшее место для проживания которое может вообще существовать вот сегодня я буду снимать видеоролик про лену скорее всего это будет заключительная серия будем рассуждать о ее жизни самого начала чтобы вы понимали кто и что и что есть для чего если лена не поменяет свое отношение к жизни не поменять свою жизнь но незачем больше ее снимать потому что я я не понимаю людей которые не любят жизнь мне кажется с утра проснулся и надо богу говорить спасибо за то что он тебя разбудил каждый прожитый день у нас нет запасной жизни и жизнь короткая штука ей уже 50 лет и так не ценит жизнь жить таких условиях когда есть руки ноги целая куча здоровья в 50 лет многие уже не имеют своего здоровья жить вот так поэтому поговорю сегодня с ней видео будет очень интересным очень долгим прошу вас смотреть его до конца возможно это последнее видео где принимает участие лена вот полно очень полно очень интересных персонажей вот даже на барахолке у нас тот же юра он достоин гораздо большего внимания у него гораздо интереснее жизнь и он гораздо больше может интересного рассказать вам ну а вам для всех вас пусть это будет огромным примером наверное как не стоит относиться даже небрежно к самой себе и как надо все-таки любить жизнь ну и мне кажется что всему виной конечно же пагубные привычки это спиртные напитки не судите досудимыми не будете но мы отправляемся к лене и что самое интересное я вам хотел показать что при входе на заборе написано хотя я сказал совсем наоборот ну кушать его я так хорошо зашел на завтрак холодно сегодня правда очень денис в бодром настроении сегодня с музычкой день да но не особо разговорчивый почему-то кушаем кушайте это молодцы на рабочий день слушай но я принципиально к тебе на день рождения не поехал не обижайся она меня туда не было я был матчу лищу в целый день в мочулищах что ты там делала вязали смысле не понял клопов местных кормила клопов местных зацепила клопов тебе повезло наши перебьет их не а у вас тут есть местные клопы но я образно конечно да я сколько раз не я сколько раз был честно говоря ни разу по будкам ничего такого даже не видел правда обрабатываете я купила сама эту машину я не знаю что то они не как может быть не тот я откупила все равно бегать мыши где мыши где клопы скажи денис денис крутится в окрутку я правда у нас не было потому что тут малинки если может быть малинники как он хочешь жить у меня вертеться дадим это красавчик лена столько видосов про тебя заснял честно и наверное пора бы уже отстать реально может быть может быть сегодняшний даже видеоролик будет финишным а может и не быть я не знаю людям ты нравишься тебя смотрят как бы ты назвала вообще вот вот видеоролик сегодняшнего ты можешь сформулировать название для видео вообще как бы оно звучало давай я тебе возвращение к прежней жизни ой нет это банально не то что банально это неправда скажем так потому что вернулась ты на работу мы в прошлом видеоролике выяснили благодаря только правоохранительным органам или я не прав чем-то я сама ты собиралась сама ну собиралась то ты собиралась два года вот тут вот помню лежала летом загорала два года собиралась ладно дело не в этом никто нотации читать не будет просто хочется чтобы люди уже которые тебя давным давно 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 смотрят немножко понимали что есть где что и не пересматривали прежних видеороликов я хочу тебе задать несколько таких интересных вообще вопросов жизненных наверное начиная с самого детства вот а я бы такое вот видео назвал знаешь что если в беларуси от есть то он здесь наверное да хуже место просто не найти ты со мной согласишься или нет но я не знаю как именно в беларуси но так как у меня жизнь складывается вроде бы как стараешься никому ничего плохого не делаешь но слушай каждый вольный художник своей жизни сам согласна как рисуешь так и живешь есть правда в моих словах конечно лен 50 лет тебе уже в этом я тоже наверно правда на день рождения повезло тебе кормила клопов где-то в тюрьме да да но мы к этому вернемся ты расскажешь отдельно сейчас мне хочется очень хочется поговорить про тебя ты не хочешь присесть ногах правда нет меня не хочу холодно холодно сидеть ну нет штаны тонкие я понял сейчас ты кушаешь и собираешься на работу ну и по тепленькую еду расскажешь про себя родилась на комаров я не давай давай постепенно прямо на комаровке тоже родилась прямо на базаре ну не на ну так а что ж ты что ж ты так начинаешь 50 лет назад мама папа были дальше были а если бы не провнес сам хорошая крепкая крепкая семья была ну сперва да сколько деток вас было в семье двое двое ты и брат да 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 брат старше или младше младше намного на год и два на год и два а жили в квартире или в доме квартире квартире батюшка был военным сразу одну комнату дали наверх оружие отец был военный ну и мама можно и мама военную военный билет есть она в ледичек служила а работала кем ну она тут уже то что я помню секретарем работала машбрю работала а папа военный то есть хорошая семья сказать что тебя в детстве не кормили мороженое или не водили в парк нельзя было да только когда было восемь лет не мать с отцом развелись разошлись да и мамы пришлось самое крутится ну тем не менее хорошая семья вот ну до восьми лет ты жила мама папа но разошлись в жизни всякое бывает не ни одна такая семья в мире согласна даже и в беларуси сотни тысячи наверное разные обстоятельства на самом деле туда не будем залазить сегодня хочу поговорить конкретно про тебя вот училась в школе сколько классов 11 11 классов ты закончила хорошо училась вес учила тогда хорошо а не учила но как и все но судя по твоему от разговору вообще и по твоему поведению женщина ты очень грамотная честно хотя должен я сказать за два года с тобой общения и очень сильно двуличная может даже не двуличная может даже и больше как бы обидно это не звучало но наверное все мы люди такие тут не конкретно речь про тебя тут речь про каждого особо тебе не скажешь приходится юлить вот хочется чтобы ты меньше юлила всем хочется нужно то что я могу сказать я говорю ага может быть даже что-то лишнее потому что тебе просто рассказала меня смотрят а потом уже начинается мы подойдем мы подойдем к этому вопросу хорошо вот училась неплохо а что после школы поступала куда-то аттестат у меня с тремя двойками да ты что как так я старалась есть предметы которые которые мне интересны а есть который нет но всеобщая история история химия у меня три двойки и всунули меня по блату блин предложили с милович и с мелочи я отучилась на затем справа на организация и технологии сельского хозяйства 7 месяцев артуру было пришло мне этот это сын да ты родила сына замужем была ты родила сына когда училась на зоотехника правильно я понимаю да да то есть скажем так я вообще свои документы от балды подала первая любовь первая любовь пришла в студенческие годы так это была любовь или мимо ли мимо мимолетные такое свидание сюда не было мимолетное ну а потом ухаживал 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 если признала что эти ухаживания так обойдутся блин артуром и ушла артуром который пытался тебя задушить на день рождения не артура артура те артур отец но в итоге ухаживания появился Артур? Правильно? Знаешь, как-то я слышал такую фразу, но она такая не очень, наверное, правильная. Если бы я знал, кем ты вырастешь, да, задушил бы еще при рождении. Но это зло, страшно на самом деле. Никто не застрахован, как говорится. Хотя многие родители, даже деток ДЦП не оставляют и воспитывают, за что им огромная-огромная вообще честь. А есть такое. Да, да. И такие детки порой и шахматисты, и художники хорошие, и авторы книг, и в общем-то очень-очень одаренные и способные. А мы здоровых не знаем, как воспитать. Правда? Итак, в студенческие годы рождается первый сын. Нет, он уже родился. Подожди, ты закончил один из классов. Я упустил. Так. И пошла работать. Я пыталась в школу. Ты училась на Затехников? Я перед... Да и мне перебил. Да. Не гонил еще день. Короче, я справа в школу для продавцов хотела всунуться со своими гусями. Ну, там, короче, сказали, что самый предмет химия. И сказали, ну, подождите. А из списка была целая. Потом я уже в августе подхожу. Там уже фиг пойми, целая тетрадка списана желающих, а группа должна быть два человека. Ну, и все, ладно. Устроили меня на... Я, наверное, справа устроилась с фасовщицей. Я так и не понял, ты отучилась на Затехника или нет? Я отучилась потом. Я справа работать пошла. А в каком возрасте ты первый раз попробовала спиртное, если не секрет? В седьмом классе. В седьмом классе? Что это было? Самогон. Полурюмки. На дискотеку? Нет, у меня тогда парень был, и там... В седьмом классе? Я даже не знаю, что они там чудили, или сами нагнали, пробовали, или кто-то что-то... Ну, прикалывались. И полурюмочки мне налили, и все, и я уехала. Прикололась? Обливалась, было очень плохо. Этот момент я помню до сих пор. И все, я потом не пила. У меня в школе не пила. Извини за мой такой смех за кадром, но... Да, действительно, меня по соревнованиям гоняли в школе. Чем ты занималась? Бег в длину, короткая дистанция. Легкая атлетика. Ну да, легкая атлетика. Понятно. Ну, в школе многие занимались легкой атлетикой. Плавание никогда не забуду. Итак... Плавать умеешь, Воробьева? Я говорю, ну трохи имею, Феликс, физкультурник. Все, пойдешь. Я, короче, сзади третья, предпоследняя приплыла. На полпассе не захлебнулась и чуть-чуть на полпассе. Лена, твой смех выкупает всех подписчиков. Когда ты смеешься, люди забывают обо всем, я тебе честно скажу. Просто обо всем. Так ты бы видел. Не, а потом соревнования по плаванию были лучше. Да. И нырянием, может быть, и... Лен, родился сын Артур. Так, где ты жила? В квартире с мамой? Да. Жила в квартире с мамой. Мы привезли на Веснянку. Там же седьмой роддом, Веснянка. Я видела с коридора свои окна. Что отец Артура? Да мы ждали, пока Артур... Какое он предпринял вообще действие? Вот отец Артур, он женился на тебе или вы просто сожительствовали? Или он вообще тебя бросил? Мы уже женаты. Вы женились. Красивая была свадьба или просто роспись? Красивая. Свадьба? В платье, все, да? Застолье было. Классно было. В этом ресторане. Да. Вы жили как семья, красиво, все, ходили, гуляли, кушали мороженое. Да, было когда. Он выпивал? Редко мог. Редко мог. Он водить. Водителем работал. Что случилось? Почему распалась та счастливая семья? Ну, я думаю, что... Почему твой сын Артур стал несчастливым? Я думаю, что он не нагулялся. Мне Вадим... Ты не могла ему... Я отказывалась от предложения два раза, но на третий раз уже думаю, ладно, с тобой. Через какое-то время мы поженились. И вы женились? Да. Ну, а почему он ушел от тебя? А почему-то он от меня. Ты от него ушла? Измена была? Да. Практически на глазах. Руку поднимал на тебя? И руку поднимал на меня и на родителей. На твоих? На его. На своих? На мою маму подыми, она сама бы откусила вместе с яйцами. То есть просто неудачный выбор? Да. Да. Получилось так. Горький опыт в жизни. Артур остается без отца. Сколько лет было Артуру? Ну, восемь лет прожили. О, восемь лет. Это очень много. Восемь лет это очень много. И ты отучилась за это время на зоотехниках? Да. Вот семь месяцев Артуру было. Вовочка покойный пришел... Вовочка это кто? Ну, друг брата. Так. Пришел. А мы же когда с Вадимом ругались, я уезжала к матери на Веснянку. А так жили в Молидовке. И все. И Вовчик приходит. А у него брат двоюродный поступил в этот колледж. То ли на фермера, то ли на кого. Ну, не знаю. Ну, везся живеть. Так ему и добро. Правильно? Ты грамотная женщина. И очень умеешь разговор всегда на кого-нибудь переключать. Но, наверное, сегодня не тот случай. Короче... Ну, еще он, короче, посоветовали. Документы послали. И самое главное, что Артура с его другом покойным не приняли, а меня приняли. Артура, подожди, куда не приняли? Тьфу, Артура. Сережу Артуру. Тот. Итак, отучилась на ЗАТехника. Кем работала? Я полтора месяца проработала в трассе зам. Слушай, я все... Вот, извини за выражение, ковыряю, ковыряю. И вроде бы же все неплохо. С 24... Я день рождения как раз было 24-25. Полтора месяца. А потом предлагали дегтяревку, но надо было ехать с 6 утра. Когда появилась дочь? Дочь появилась в 13-м году, 11-го января. 11-го января. А другого отца. Что это была за такая история? Жили ли вы? Была ли свадьба? Или это просто было мимолетное влечение? Свадьба не была. Нет, мы тоже в районе 8 лет. Прожили? Ну да, сожительствовали то у него, то у меня. Хороший человек? Сначала был хороший. А потом он упал со второго этажа, или не сунут у него схватился. Чуть черепа раскололась, и какой-то недореко стал. По пьяни? Ну мы выпивать выпивали, просто он у покойной подруги выходил, а порог, а он высокий, здоровый. А тут уходишь в коридорчик небольшой, и сразу вниз балкончик. Ну и там спускаться по лестнице. А этот Дзёбня вышел, блин, наступился и... Ну пьяный был, сто процентов был пьяный. Да он и трезвый был. Нет, мы особо пьяные не были. Так, хозяйством занимались. Хозяйством. У тебя было свое хозяйство? Ну я имею в виду по хозяйству, там убраться, прибраться, там же двухэтажный коттедж. Ну бери это все. Ну да, ну да. Рука замерзает. Слушай, и тоже что-то пошло не так с этим человеком. Почему ты выбираешь мужчин хороших, красивых... Во-первых, он треглодит там стал. Особо зато я была в декрете. Да. Без этого декрета 10 месяцев работала я. Он еще никак не мог устроиться на работу. Дзёбня, как я называю, Венера Милоская, безрукая, она, наверное, была рукастее, чем этот с руками. Слушай. Ну не до река. Один нескромный вопрос. Он справа старался. Можешь. Как бы вроде хорошо делать. И это сделать, то и сделать, это сделать, то и сделать. Смотри, смотри, смотри. Тебе вот эта история никого не напоминает? Какая? Пройдял бню. За два года крышу не поднял. Нет, а ветром сдуло. Ага. Путер был ветром сдуло. Но я понял, что, Дениса, ты оправдаешь в любых ситуациях. Скажи вопрос. Честно. Подтеплет мы переделаем. Ты можешь мне честно на один вопрос ответить? Ну только честно. Когда появилась, вот, может, ты помнишь, в каком возрасте или как вот так вот получилось вот эта вот пагубная привычка к спиртному. Когда вот, наверное, какой-то праздник выпивала, а с утра сто процентов было похмелье, а за похмельем новое веселье. Я вообще выпивала несколько раз в год, и то по трезюмочке. Но когда-то же в твоей жизни вот появилась вот этот вот зеленый змей, который тебя с утра не отпускала, а вечером опять дискотека. Нет, да мне пофиг на утром. Да? В запой ты не падаешь. Я понять не могу. Если человек не падает в запой, он пьет, ну, какой-то должен быть, значится для этого повод. То есть у запойных людей, им понятно, им плохо, они похмеляются, перебарщивают, потом им опять плохо, они опять похмеляются, и они просто без этого неделю-две, а кто-то месяц жить просто не могут. Ну, просто это все, это, знаешь, спиртное, это такая беда, да? А у тебя вот ты говоришь, что ты в запой не падаешь. В принципе, сколько я с тобой общаюсь, я это и наблюдаю. Денису плохо, мне кажется, он бежит работать, ему все равно. Но ему надо похмелиться, надо. Джон, правки или нет? Да, Денису неплохо я пришла, он трезвый вообще был вчера. Он мне неплохо, мне неплохо думать, Лен, пошли, пошли, порадить на работу. Нормальненький. Нет, я бесспорно, выглядит, молодец, красавчик. Вопросов нет. Джон, Джон, к тебе пока от Лены отвлекусь, вот ты сформулируй мысли. Ты, Денис, ты исполнил то, что ты хотел на Ленина день рождения? А как, если мы ее забрали? А знаешь, поговорку лучше поздно, чем никогда. А сколько уже прошло с дня рождения? Так я только появился вчера после опроса. Она все время есть. Вчера ты уже была здесь? Так вот, пришла после опроса. Ну подожди, ты вчера уже была здесь? В двенадцатом часу ночи почти. Ладно. Когда будешь реабилитироваться? Сегодня второй день. Где подарок? А он мне подарил. Жене гражданской. Подарил? Мне конфеты подарил. Да, это серьезный подарок. Две коробки конфет. Две коробки конфет. Да. Вкусно. Шоколадный. Да. Выезжали в город мороженым. Накормил. Ой, ну ладно уже. Ты мне будешь заливать. Это от третьего часа. Это после того, как меня освободили. Слушай. Третьего, четвертого я тут работала. Ну хорошо. Родилась дочь, так? И вот там, я так понимаю, началась просто какая-то у тебя в жизни визитизоружение с жопой. Нет, было все хорошо. Мама покойно еще была жива. Женьке исполнилось, но мама болела. Нормально все было? А, вот нормально. В каком возрасте ее забрали? Это придурку вообще в три годика. В три годика ее забрали? Лен, ну признайся, но ты налегала на спиртное. Я уже так отчасти даже знаком с твоими соседями, там, где вы жили на квартире. Сейчас скажу, где это было. Новинки. Где у вас была квартира? Напомню. Веснянка. Веснянки, вот, Веснянки. Вот, мне даже уже писала там в комментариях твоя соседка, она тебя очень хорошо знает. Вот, вот, говорила, что ты девушка такая любишь. И любила и погулять, и выпить, и по-разному проводила свой досуг. Но и не сильно тебе было, так сказать, до материнства. Собственно говоря, наверное, от небольшой части, да, я понимаю, что ты хочешь оспорить по-любому такие слова. Я-то тоже не знаю, права она или нет, может, у нее корыстные цели, говоря такие слова. Вот. Но, тем не менее, Женю забрали. Как бы там ни было. Женю забрали. И вернуть уже сегодня вряд ли предстану. Пока. Ну, пока. Это ремонт в квартире, это подошвение долгов. Честно говоря, я думал... Так и могу все, одна это потянуть. Я думал, что вообще для тебя в жизни должно быть два самых сильных мотиватора. Это все-таки возвращение дочки и, наверное, страх утери собственной жизни на свалке. Потому что, ну вот, мы уже обсуждали, сколько людей, да? Сколько людей погибло даже за эту зиму. Ну вот, правда. И вот я думал, что ты, будучи такой грамотной женщиной, образованной, глядя на все на это, в тебе, ну, что-то должно играть. Первое, это, конечно, печаль. Все мы думаем, что, ну, это произойдет не с нами. Ну, явно это не про меня. Ну, это не так. Хотя 50 лет прожито. Это уже немалый возраст. Ты идешь, провалился, и тебя нет. Вот. Есть какие-то заболевания уже свои, даже, я уверен, 50 лет не иметь заболеваний, ну, в конце концов, да? Где-то и зуб болит, где-то и нога, где-то и простуда, все что угодно на самом деле. Условия для работы не самые лучшие. Две ноги, да, у тебя две. Я, вот. Юмор, это хорошо. Условия для жизни, скажем так, ну, не самые лучшие. Люди в хороших условиях, занимаясь спортом, наверное, не каждому дано прожить 50 лет. Ну, правда. Тем более так выглядеть. Тем более употребляю солидное количество спиртных напитков. Ну, согласись, я же прав. Ну, солидное к солидному, я так смотрю, по твоим словам, это разная разница. Ну, мы не имеем в виду 5 литров в день, скажем так. Ну, я думаю, что если, может быть, я не прав, поправь меня, я думаю, что если в сумме сложить, допустим, месячное количество спиртных напитков. Да, потому что я когда выпью, когда не выпью. Но в среднем, в среднем получится где-то 0,5. 0,5-0,3 в день. По-любому. Если взять все сложить и разделить на количество дней, где-то больше, где-то меньше. Ну, может быть, и так, я не знаю. Ну, с условиями жизни, это как бы, можно сказать... Ну, я аж два дня дома, два дня здесь. Я же прихожу, мне же неплохо. Как-то оправдывает, да, я прекрасно понимаю. Я только могу на ужин что-нибудь и то. Но, тем не менее, мотивация не послужила ни угрозы собственной жизни и здоровью, и ни даже то, что пора вернуть Женю. Ну, вот никак совсем. Привет, ну, проходи, чего ты? Как я верну Женю? Ну, я понимаю, но стремление, стремление. Как я, видите, потяну одна. А как полстраны тянет? Похуй. Я не могу этот паровоз тянуть одна. А при чем тут Артур? Зачем тебе это Света с Артуром? Они живут у меня. Я живу в лесу, они за хату за свет не платят. А долг растет. Хорошо, расскажи мне. А долг возвращается, если не будет долго, если будет ремонт. Там все нахуй засрано. Квартира запущена. Это такие хозяева. Я дала им возможность пожить. Так, а что делать надо? Как ты думаешь, что делать надо? Гнать, может, надо в шею? Мне пришло письмо на днях. Вот пришла после вала домой переодеться. И письма лежали в ней с Арёжей. На предоставление... Ну, дед умер, сосед. И в нашем блочном доме... Помнишь, я тебя просила, что, может быть, кто-то ответит на рекомендации. Да, да, да. По поводу сарая, чтобы не сарай нужно, там сгорел. Спалили точнее. И спалили кашевые однозначно. Продали квартиру и ебали. Ублюдки. О, жестко. Расскажи. А как же ж не жестко? Расскажи, хорошо. Сейчас перекинемся немножко. А делать не всякую хуйню робили. Давай сейчас перекинемся немножко. И расскажи, как ты оказалась вот эти дни на сутках, правильно я понимаю? Да. Как? Что случилось? Ну, у меня уже язык устал это все рассказывать. Ну, трохи выпивали. Там это, короче, дело личное. Разговаривали на разные темы. И что мы там? Мы чуть-чуть выпили, смотрели телевизор. И мне надо было вообще первое число на работу. Первое, второе. Должна была работать на другой работе вообще. И все, мама, 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 мне скучно, мне скучно. Блядь, дитё грудное что ли, лишь 131 год пошел. Мама, 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 мама. Ладно, я знаю, что нет. Я же тут думаю, ну, по чуть-чуть потом кофе попью, мы поднимем на работу. Какой-то мля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. А вот это, как языком зацепишься, а то с ним не поговоришь, и ночью потом придет. Мама, давай поговорим, давай поговорим. Так я уже решила конкретно договориться, блядь, от низу до верху, или сверху до низу, на всякие-всякие темы. Чем закончилось? Поговорили. Что, душить начал? Что-то не понравилось в нашей беседе. И? А каково продолжение? Не задушил же. Каково продолжение? Кто оттянул? Я сама даже не знаю. Я уже все... И? Я не знаю, я не помню того момента, как я... Ты вызвала милицию? Побежала на заправку. Оттуда вызывала. А заправка относится в Мачулище. А пока я ждала, я сделала красивый жест, блин. Взяла прямо на зале, тут 0-двушку глотнула, чукушки водки, заела мороженое. Мороженое, вон, фантик лежит, все где там, заплатят, заеду после работы заплачу, блин. Ага. То есть ты мороженое взяла, не имея денег? Да. О-о-о. Не, я ждала милицию, чтобы Артура взяли. Ну и решила, почему бы не скушать мороженое? А у меня на карточке уже были деньги. Ё-моё. То есть Артура вы их забрали, я взяла. У меня иногда твои истории, они у меня даже в голове не укладываются. Просто в кармане 0, но ты берешь почку мороженое заправки и 0,2 водки. Это наша заправка, нормальная заправка. В смысле это наша заправка? Уже сколько лет мы туда ходим? Ну они знают, что если мы принесем, значит принесем. Я себе сказал, что мне ЗП, а я сейчас... Фрагмент из фильма «Бумер», да? Я вообще бежала в носках. О-о-о, трэш, трэш, просто. Ну ты даешь, короче. Сколько ты пробыла в тюрьме? Где Артур? Ты заявление писала? Писала. На избиение. Его закрыли? Ну пока дома. Вчера опера приезжали, там что-то снимали. Чусковый вчера с Артуром беседовал. У меня батарея разрядилась, но у меня корявый телефон. То есть на его поведение, на его все действия и выселение его из дома ты никак не хочешь реагировать? Его уже выселяли. Давно пора? Так а в смысле поменяй замки, просто все, не пускай. Ну и все. Приди домой, не пускай. Как только придет, начнет ломать дверь и вызывай милицию. Какие проблемы? Я все время на работах. Два дня на одной работе, два дня здесь. Закрывай дом, выгоняй его, пускай идет, снимает квартиру. Это его уже проблемы, его женщины. Приходишь, замок сломан, вызываешь милицию, снимают отпечатки пальцев, вскрытие. Ловят Артура, садят. Сын в тюрьме, накормленный, в тепле. С ним будет все, слава богу, хорошо. Будет сидеть на казенных харчах. У тебя есть дом, делаешь ремонт, наводишь порядок, приглашаешь в соцопеку, восстанавливаешься на работе, налаживаешь, не возвращаешь, но налаживаешь общение с ребенком. Не поднимая трубку. Да блин, я какой... Не, ну я поняла. А ты бы поднимала? Вот ты бы поднимала трубку? Она обязана поднять трубку для того, чтобы я общалась со своей дочерью. Она тебе... Слушай, ты меня извини за грубость, пускай все извинят, да? Она обязана. Потому что плохого, плохого мнения. А ты не была обязана сделать все максимально для того, чтобы твоя дочка осталась с тобой дома? Конечно. Я тебе потом расскажу, почему. Я в кадр не буду говорить, почему. Я знаю, но ты обязана была это сделать? Обязана, я старалась. Ты обязана была достойно воспитать ребенка? Со всех сторон. По финишу воспитывают чужие люди. И сейчас ты говоришь, она обязана была поднять трубку. Да спасибо, надо сказать, что вообще ребенок твой в тепле накормлен, получает образование, ну... Спасибо, да. Вот. С таким поведением Артура, как у нее братья, кто да. Так вот, пора, наверное, уже закрывать вопрос с Артуром? Ну, сейчас я посмотрю, что суд скажет. А скажи честно, вот сейчас твои походы на работу, ты реабилитировалась на работе? Нормально все. Ну, понятно, но тебя же заставили. Не сама же ты... Почему меня заставили? Ну, ты в прошлом видео сказал. Ну, как бы сказали, прогулы есть, есть. То есть, когда мне было в что одеться, я выходила на работу. Что тебе сказали в органах, если ты не восстановишься на работу? Что тебя ждет? На сутки. На сутки? Да. На 15? Сразу на 15? Ну, там, как суд скажет. О, ну и ты, конечно же, одумалась. Ну, пошла на работу. Пришлось у полурабочки идти домой. У меня там что-то из-за одежды не было ходить. Я бы отсюда бы ездила. Как думаешь вообще, много, много вот в Минске, ну, не знаю, там, в Беларуси, да, матерей, которые вот одиночки? Думаю, много. Много? Слушай. Я статистику, конечно, не знаю, но я думаю, хватает. А как думаешь, мать... Нормальных семей тоже хватает. Мать-одиночка, мать-одиночка, да, может себе позволить съем жилья и один раз в год свозить ребенка на море? Ну, вообще, вот, чисто так, предположить. Финансово, по возможностям, одна растя ребенка, снимая жилье, ходя на работу. У нашей мамы максимум, что получалось, так это бабушке в деревню в Россию отправить. О-о-о. В лагере была хоть раз ты? Да. Видишь, ты и в лагере была. И не раз. Потому что мать была одна, и давали то ли льготные путевки, то ли бесплатные путевки. Твоя мама могла. Понимаешь суть вот разговора? Вот твоя мама могла. Это было СССР, фурнитурный завод. Да жрать было нечего. Бесплатные путевки, это было до девяносто первого года. Время было хорошее, у каждого ключи под ковриком от квартиры лежали, и все знали это, понимаешь. Никто не воровал, никто ничего. Но жрать было нечего. Нормально. А? На еду хватало. Хватало, видишь? Когда мама подрабатывала. Видишь? И мы ходили, приезжала сестра с Борисова, и тоже помогали маме ходили, и полы мыли. А ты хуже своей мамы? А у меня две работы. И мне и три работы было. Ну а вообще? Я практически падала, с черными кургами по глазами ходила. Я это слышал. И несколько человек сидели у меня, взрослых, на шее. При всех. А я больших людей. Так ты их сама, ты сама их туда посадила. А куда? Если же они живут у меня, прешь их, они никуда не идут, а мне надо идти на работу. Гони. Куда? На улицу. Выгоняла. Знаешь, как говорят, хочешь научить человека плавать, его надо кинуть в воду. Не хочу даже об этом говорить. Бесполезный случай. Но почему твоя мама могла? Ты не оказалась в чужой семье, а ты не можешь. Почему? Хотя ты можешь. Ты здоровая баба, 50 лет у тебя здоровье. Тебе еще многие позавидуют, ну правда. Я не хотел вообще от слова совсем видос с нотациями, но блин, капец. Денис, ты иногда вынуждаешь на эмоции. Денис, она тебя иногда вынуждает на эмоции? Скажи честно, да? На хорошие? На разные, походу. На разные? Да? Денис загадочно улыбается. Мне от вас, ребята, нравится то, что вы всегда на позитиве. Это просто какой-то... Как вот так по щелчку пальцев? Ба-бах, все, позитивчик. 31 минуту разговора, полчаса с тобой трем. Время еще сколько? Не знаю, не могу сказать. Какой вывод сама для себя сделала с нашего разговора? Какой вывод? Ходить на работу, ну а что, Денис, завтра? Да все понятно, скоро весна, скоро лето, да, День? Скоро будем загорать? Предложили. Грибы собирать? В дедову хату предложили. Ну. Переехать. Вот. Так там все, блядь, уже покрали. Ну и что? Новое купишь? Купишь у меня... В шалашике живем? А в дедову хату здесь все покрали? Не, так я должна сделать... День, ну скажи ты что-нибудь. А что я сделаю? А что я сделаю? Ты не снимаешь? Снимаю. Все, не снимаю. Так кнопку нажми. Так нажал пальцем. Короче, я думаю, что я соглашусь где-то туда переехать. Потому что там я огород и земляничка хорошая, яблони хорошие, парник есть. Ну, с душевой и летней кабиной уже спиздили вот эту хуйню, где в аду наливается. Ну, не знаю что-нибудь. Меня просто интересует тот вопрос, что моя квартира приватизированная, а это не приватизированная. Если на время туда заселиться, пока идет ремонт. Это бред, ты понимаешь, что это бред, кинь ты просто. Есть возможность, иди приватизируй, не приватизируй, долг, вот так вот просто махнула рукой и поехала все. Люди, чтобы ты понимала, люди страны меняют. Ты понимаешь, мы заходим с женой в магазин, в магазин заходим, да? Огромный магазин одежды, ими управляют, извините за выражение, не русские, да? Ну, не русские, это в нашей стране чужие люди. Они в своей стране набрали долгов, жили в каком-то там ауле. Они кинули все, продали всю недвижку, машины, одежду. Сели в машину и уехали в чужую страну. Сделали бизнес, и мы русские, белорусы, ходим у них, покупаем. И здесь они имеют машины, квартиры, дома. А мы у них ходим и покупаем, понимаешь? Люди меняют все по щелчку пальцев, а ты боишься какой-то, извини меня за выражение, сраный барак. Алкоголика сына, которому 30 лет, который выгребет без тебя. Он без тебя выгребал и выгребет. Нет, сядет. Ты это прекрасно понимаешь. Вот. Бери меня, у тебя сейчас есть возможность. Едь в этот дом, бери этого Дениса. Давай ему Толмуков. Вы незапойные люди. Вы незапойные. В моем бараке только с одной стороны. Ну и все. Я поеду. Все, вызывай, пуяницин. Я говорю перед тем, что ты сюда пару дней назад только пришла. Все, делай, делай вещи, пора менять жизнь. Хотя бы 50 лет поживи, как человек уже наконец-то таки. Да. Ты море видела хоть раз за 50 лет? Видела. Где? Минское. Блин. Даже фиг поспоришь, понимаешь? Еще видела, знаешь, момент. У меня родня в России живет, где АК с Обью соединяется. Там такая хорящая. Красиво. Сердце замирает от взгляда. А дочка твоя такого не видела. И увидит или нет, зависит от тебя. Когда увидит, так докажи ты всему миру. Знаешь, люди не делают так, не говорят, но иногда вот с утра просыпаешься, да, ну просто проснулся, что, ну конечно не говорят, но можно подумать, хотя бы даже раз в неделю задуматься, да. Ну спасибо, что разбудил. Ну вот, кто нас будет с утра? Ну вот мы проснулись. Солнце. Солнце, да бог нас будет. Вот мы проснулись, вдохнули воздух, глаза открыли. Все, живы, здоровы. Руки, ноги, все, вперед. Что надо? Пензеля. Ну мне стыдно тебе, я молодой, 50 лет, давайте пензеля. Мне делать, у меня свои мозги еще есть. Да? Когда включим? По-моему, включили все уже давненько. Ай. Хочешь ли ты сказать? Я тебе не верю. Ну правда, не верю, Лена, как бы ни было. Все, Тюк, заканчивай на работу, у меня еще доехать надо. Куда доехать, ты не на вал? Я на работу. Ооо. Какой на вал? Я вчера с работы, мне вон повестка сходила к участковому, показания давала. Я понял. А, оказывается, с 11 до 11 у меня аж это. Ооо, там что-то. Блин. Мяу, почек. Продолжение следует...